Девушки отдыхают Я беременна Что? Я беременна А-а Кажется, понимаю Что ты понимаешь? Да как бы тебе сказать, Светочка Ах, боже мой, ты что, насчет Костика? Да я тебя умоляю, это неправда Дим Я беременна от тебя Да нет Что за бред, Свет Мы с тобой уже сто лет как расстались Ну Дима, сто не сто А это твой ребенок Да не верю я тебе А придется поверить И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонке с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Это не мой ребенок Ты должна быть как минимум на четвертом месяце А чего ж ты раньше молчала, а? Немечка, ты знаешь, что говорят? Если в этот момент думать о мальчике, то будет мальчик Я о мальчике думала, хотела Димой назвать А ты о ком думала? Так, все, хватит, мне пора в училище Ах, ты, наверное, думала о девочке По имени Марина Что? Что слышал? Или ты что думал? Что я так просто исчезну с твоего горизонта? Это не мой ребенок, все, точка А я очень сомневаюсь, что он не твой Только пока наши с тобой сомнения развеиваются Представляешь, как в тебе засомневается твоя Марина? Чего ты хочешь? Ну, если папа не хочет быть с ребенком и со мной То я хочу денег Так Хорошо А теперь скажи мне все-таки правду Как вы? Где ты ночевала? Мам А когда ты пришла, я еще не спала Хорошо И? Я ночевала у подруги У какой? У хорошей Марина Мам Да? Ну, я же тебя не спрашиваю, куда ты вчера наряжалась Прям-таки наряжалась А что это ты засмущалась? Мам Давай-давай, рассказывай К тому же давным-давно замечено, что любопытство дочери гораздо сильнее материнского Я на даче была у коптелей Угу Понятно Ну, во-первых, на даче так не наряжаются А во-вторых, я вчера видела коптелей, идущих под ручку в кинотеатр Или вы ночью на дачу ездили Угу Так Хватит мне голову оборочить Вообще я опозду на работу Угу А я на лекцию Значит, ты хочешь денег? Да На что? На врача? Ну, зачем же так жестоко? Я буду рожать, я решила Мм, очень интересно А при чем я тут? И каких денег ты хочешь? Да ты так сильно-то не нервничай Мне нужно всего 50 тысяч Наших простых российских рублей Все сказала? Пока все До свидания Потом приползешь А я не возьму Черт Крас Крас, ты что за вицер? Перезагружаюсь Че ты как-то сегодня? У нас вроде как занятий по плаванию не было Чего? Я говорю, занятий по плаванию сегодня не было А ты целый день плавал Какие-то проблемы? С чего ты взял? Ну как У тебя с математикой никогда проблем не было А ты Волынскому сегодня при ответе столько ересей нанес Ну я думал, он в жизни разочаруется Да ладно тебе, могу тебя тоже чего-то не знать Ты? Вряд ли У тебя сегодня целый день вид такой, Дим Какой такой? Как будто тебя На рынке рабов выставили и не купили Очень смешно Крас, а это, ну помоги мне на многочлен свернуть Сам разбирайся, печка Должно же у тебя в жизни, кроме кислого молока, что-нибудь свернуться Не видишь, на Шабачевске сегодня не в духе Слушай, Сухой, ты еще билеты на свое шоу не продаешь? Прям шутка за шуткой Дай гляну Так, смотри Вот эту функцию Проинтегрируй И все свернется Я уже интегрировал, что-то не получается Ну попробуй еще раз Видишь, что не получается у него Да, Крас Да я даже в самом страшном сне представить себе не могла, что ты со своей золотой головой понесешься в военное училище поступать Ну это же бред, Дим Ну я не собираюсь становиться женой военного Ну у тебя что, появилась девушка? Дим Послушай, ну неужели так сложно Простите меня за этот дурацкий разговор Ну и потом, ты же знаешь, я тебя очень люблю И мне совершенно не важно, кем ты будешь, офицером или нет, офицером Красильников, ты сволочь И в ближайшее время ты обо всем пожалеешь Я беременна Дим Я беременна от тебя Ой, а я думаю, что за отрезок у нас на всю казарму А это наша молодежь гранит науки точит, а? Да Что-то твой юмор сегодня не катит, Серега А знаешь, почему иногда юмор не катит, Степа? Почему? Ну вот смотри Катит, потому что круглый, да? А формула площади круга, ну, пи-р квадрат Так вот, когда этот юмор цепляется за квадрат, квадратом цепляют, то он не катит Вообще-то это про шару-то говорят, ну, почему шару не всегда катят Да пофигу Парни, кстати, есть вариант завтра откосить от огневой подготовки А это так По старому способу Сегодня Зенит в ЦСКА играет, так, так Так вот мы должны посмотреть А завтра на огневой устроить праздник по нифига не деланию А где играют? Как где? По телевизору Да поймешь, что по телевизору Зенит где? В гостях или в Питере? В Питере вроде Да, ребят, вялый будет матч Наши лока сделали, а теперь будут играть от обороны Это кто это наши? Кто, кто? Армейцы Фу, я лично за Зенит болею Так что, Варнавая, вытаскивай из сетки голы вместе со своими армейцами Это кто там на армию катит, а? ЦСКА чемпион! Конечно, да Зенит всех победит Да они только в Питере могут играть, понял? Чего? Ничего Парни, парни Вы это, заметили, как Коптель нас на свой предмет посадил? Да У меня теперь огневая подготовка, кроме как с зеленым газоном, ни с чем не ассоциируется Да, любимая, привет Ну, сходим, конечно Ну, все, давай До вечера, все, все Пока Какой сходим, головаса думая Алло, Ритуль, слушай, а мы там надолго зависнем? Да скольки? Черт А раньше никак нельзя вернуться? Ну, почему, почему? Ну, потому, ну, футбол сегодня ЦСКА играет ЦСКА чемпион! Пацаны, вы достали Я не для разбора к тему поднял А для того, чтобы Коптеля завтра на огневой прокосить И что? Ничего Для этого матч надо посмотреть Увы, не получится Матч-то после отбоя заканчивается Ну и что? Ну, тебе нужны проблемы? Лично мне они не по кайфу Кстати Полярник там что-то говорил Про поломный телевизор Точно Вот засада Придется в соседнюю роту уйти Погоди Мне кажется, Полярник Не просто так про телекдезу закинул Ну, я думаю, он догадывается Что мы собираемся в футбол смотреть Все черты, настоящая засада Как он сказал к мяч? Ну, как бы не изначально, но громко То-то и оно Мы в соседнюю роту А Полярник нам там кислород перекрывает Я знаю, почему телек не работает Там ремонта А разъем с блока питания Нужно в блок развертки воткнуть Это я его специально отсоединил Ну и нафига ты это сделал? Ну, чтоб Ну, если телевизор не работает Мы футбол не посмотрим В Питер мы же специально не поедем для этого Да Полярник такие хитро сделанные схемы Как белочка орешки грызет Пацаны Кто мне поможет? Че надо? Да Полярник приказал телек на склад сдать Оттуда его в ремонт отнести надо Понял, логопед Вот этого я не предусмотрел Так, как же нам через Полярник к соседям-то телепортироваться, а? Ковнадский Сломал телевизор Иди чини И чтобы успел до склада Ясно? Есть Бегу! Хороший мы все-таки фильм посмотрели, правда? Угу Но я больше люблю наше старое советское кино Скажи А его все любят Я тоже Ну что, какие у нас планы на сегодня? Планы, планы, планы Я поеду домой Как домой? Почему? У нас же еще целая ночь впереди У меня целая дочь впереди Ну вот Ну не переживай Ужин я тебе приготовлю Угу А что тебе приготовить? Еду Боже мой Какой ты потрясающий Какой ты замечательный Невероятный мужчина И тебе все равно Из какого набора продуктов? Ну с набором у нас сложности будут Почему? Ну я же тебе говорил Что я не храню продукты в холодильнике Они у меня все в магазине лежат Ты знаешь что? Будем в конце концов Менять твои привычки Это значит что я пошел в магазин Конечно И чем быстрее тем лучше Протухи? Парнова Турген Ты когда с поста сменишься? 22.00 А что? Короче как сменишься Заступаешь на пост номер один А это у знамени? Нет Во время футбольного матча Зенит ЦСКА Пост номер один переносится Ко входу в казарму А Сегодня же футбол Вот и нет А не спать можно только дневальным И дежурным Чувствуешь несправедливость? Так ребят Я никому не расскажу Что вы не спали Ходите смотреть Спасибо за приглашение Только тут дело не в том Что ты никому не скажешь А в том Чтобы никто не узнал Чувствуешь разницу? Нет Короче Чтобы никто не узнал Нужно выставить секи Чего? Ну Секи Как бы это Неофициальный дозор Стоит человек и смотрит Чтобы проходящие командиры Не запалили курсантов Бодрствующих После отбоя Чего? Так на шухере постоять Слушай, Прохоров А в деревнях жилы Самые догадливые люди, а? Не самые Ладно, Варген Ты все понял? Конечно, понял Вы бы сразу сказали А то Первый пост там Секи Только не забудьте мне Потом рассказать Счет Варнава Я тебе в мельчайших подробностях Он, на Ковнацком покажу Как ЦС Казнит накажет Чего? Это мы еще посмотрим Кто кого накажет, понял? Посмотрим Даже чего надо Секи Ты смотри Ковнацкий на ровном месте С Михалковым привел Ну, привел, привел Что дальше? Да ничего Если бы не он Телевизор бы на склад Обратно таскать не пришлось Чего ты такой хмурый, Красный? Да спать охота Не выспался вчера Ага Причина уважительная Я бы на твоем месте Тоже не высыпался Так, нужно еще Всех предупредить Чтоб не вопили В случае гола Ну да Эмоции ручкой громкости Не убавить Так что надо Надо кадетов предупредить Ладно Вот Вот какого черта А? Какого черта Телевизор Тругой, а? Вот полярник, наверное, забыл Что у нас в казарме Телек есть А тут Ковнацкий сломал И обнаружил Что-то так-то Да ладно Не грузись Пойдем Что ты ищешь? Аппетит потерял? Нет, блокнот Зеленый Он все время тут лежал А, блокнот Я Вот поставила туда Вот Да А зачем? Ну, как-то я все время на него натыкалась Он мешал Ты знаешь, я его специально сюда кладу Чтоб все время на него натыкаться Послушай Ты уже должен был давным-давно Наккнутся на салат Пойдем поможем Пойдем Понятно, цель армейцев отодвинуть игру Зинька от своей штрафной Давай Пытались Ширлы Домингеса разыграть мяч Чуть-чуть не хватило взаимопонимания Не очень заметен Аршалин Но они ему и зонта не дают Соперники Сам Андрей, похоже, находится в темном состоянии Тихо-тихо-тихо-тихо Вагнер Одиночку пойдет в обод Браво! 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 Абсолютно той же монеты Отплатил игрока сопернику И очередная пляска Мужики, еще один такой гол Наш фанатский сектор Амол не приедет, разгоняет Тихо! Молодец! Света! Спасибо большое! Мне понравилось, все было вкусно Ты меня уже третий раз благодаришь Ну что поделаешь Я так давно никому этого не говорил Что лишний раз сказать мне только приятно Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Куда же он пропал-то? Что такое? Что ты опять ищешь? Пульт от телевизора Он всегда лежал у меня вот здесь На этом месте? Лежал, свалился Я его переложила вот сюда Пожалуйста А-а! Че ты начал падать? Ну ладно, пусть лежит здесь Ладно, пошли Подожди Почему ты не можешь остаться у меня? Я напоминаю тебе У меня очень любопытная дочь Вчера еще как-то пронесло А сегодня это даже не смешно будет Провожать не надо Пока Так, идем дальше Есть еще одно дополнение К арсеналу снайперских винтовок В 1994 году Инженер Боб Стюарт Кстати, какого оружейного производителя Он представляет, кто знает? Кто знает? Уж точно не Тульский оружейный завод Курсант Гончар Я У вас есть версия? Никак нет Тогда к чему ваша реплика? Ну, просто я не доверяю иностранному оружию Товарищ полковник Смешно Только у нас действует принцип Не доверяй, но изучай Поэтому к следующему занятию, Гончар Подготовьте мне список основных производителей снайперского вооружения Есть Садитесь Записываем Речь идет Об однозарядной винтовке 30-ти миллиметрового калибра Вес винтовки 21,6 килограмма Используемый патрон 30 на 173 Эрликон КСА Начальная скорость пули 1035 метров в секунду При массе 363 грамма И дульной энергии 194 килоджоуля Записали? Теперь откладываем конспекты Просто поговорим об этом чуде Давайте лучше о футболе поговорим Погоди, перепечка Еще не время с козырей ходить Отпустим поближе Товарищ майор Да Здравствуйте Станик Петрович Светлана Кирилловна Вас сегодня просто не узнать Ну вы же узнали Я это другое дело Разрешите прервать ваш полет На секундочку Ну только очень быстро Это должны быть очень веские основания Серьезно? Да Полет по пустякам не прерывается Ну это как сказать Вот я например Лечу Лечу К звездам И все никак не долечу Подполковника все никак не пришлют Да У вас болезнь Боткина Что простите? Это я майора Боткина имею ввиду Он тоже мучается с задержкой звания Задержка звания? Интересный диагноз Простите за невольный каламбус Здравия желаю, товарищ генерал Что же вы нашему начальнику здравия не пожелали? Что? А Ну вы же знаете, что желать здоровья Отвечать за него Это моя профессия У вас что, Станислав Петрович? А у меня Что-то давление Разыгралось Ну Ну пойдемте Пойдемте, померяем Ну что, все понятно? А теперь кто перечислит Достоинства и недостатки этой винтовки На основе технических данных Можно с места Курсант-перепечка Я Что скажете о достоинствах и недостатках? Ну, такой бандур и без патрона можно убить Бум, в висок и все, готово Отставить Мы же не кочергу обсуждаем, курсант Хотя направление мысли верное Громоздкость – это один из недостатков Еще что? Сержант Прохоров Товарищ полковник, непонятно, почему она снайперская называется Такая немаленькая Она больше на противотанковое оружие смахивает Курсант Сухомлин По-моему, у финнов такие оружие были Так они и называются противотанковые Такую бандуру на сани и ставить Отставить, сани Правда, использовать это оружие Как высокоточное Базирующееся на легкобронированном транспортном средстве В этом есть какой-то смысл Как думаешь, Красильников? Да нет смысла в этой винтовке С таким патроном Пристрельбе на предельную дальность Надо очень долго вычислять отклонения Ну, горизонтальные, вертикальные Ведь для снайпера каждая секунда дорога Правильно мыслишь Вот так мы плавно подошли Вернее, вернулись К теме нашего прошлого занятия Расчет горизонтальных и вертикальных отклонений По которой я вас сейчас и буду спрашивать Товарищ полковник, а можно рассчитать победу футбольной команды? К доске пойдет Ничего себе Любимого конька привели под усцел, он на него не сел Он же сейчас спрашивать начнет Пойдет к доске у нас Дежурный пороте на выход Товарищ капитан, за время моего дежурства никаких происшествий не случилось Дежурный пороте младший сержант Сырников Вольно С таким видом курсанта об отсутствии происшествия не докладывают Ты что такой кислый, Сырников? Да я в порядке, товарищ капитан В порядке А с виду кислее кислых щей Может ты мне что-нибудь рассказать хочешь? Никак нет, товарищ капитан Ну раз ты в порядке Пойдем с тобой на порядок в расположении поглядим В доске пойдет Товарищ полковник Младший сержант Гончар Разрешите личный вопрос Личный? Так точно Разрешаю, если он не про футбол? Нет Он не про футбол Личный Вот у вас жена есть? Она же психолог? Вот А она вас премудростям этой науки учит? В смысле? Ну Для Ваших личных профессиональных Навыков А зачем? Я и так все знаю Да ладно А доказать сможете? Да легко Садись, Гончар Есть Сейчас буду доказывать Я так понимаю, что желанием Выйти к доске у нас в классе не пахнет Поэтому по просьбе трудящегося Гончара Сейчас мы поговорим о психологии Только учтите Если в процессе доказательства своих возможностей Я выведу вас на чистую воду Впаяю наряд каждому Так а что мы такое сделали-то? А что должны были? Ну нет просто Ну так и не торопись, перепечка Значит так Вчера вечером Был футбол Поздно вечером После отбоя Вытекает вопрос Очень простой Какой счет? В смысле Какой счет? Ну как же На 24-й минуте Аршавин проходит по левому флангу Ну что, мне что ли вам рассказывают? Так мы не смотрели футбол Откуда же нам узнать? Вот Вот теперь я точно знаю Что смотрели Почему? Да потому что Если бы не смотрели С утра бы в лепешку разбились А счет бы узнали Вот так вот Вот это, братцы Называется наука Психология Я доходчиво объяснил Гончар Так точно Ну что ж Почему никто не спрашивает Разрешение получить наряд? Как ты думаешь? Товарищ капитан Ну что В расположении у тебя действительно все в порядке Товарищ дежурный Ладно Живи пока Товарищ капитан Чего тебе, Сырников? Товарищ капитан Я у вас хотел мобильный телефон попросить Да? Это за какие такие заслуги? Да не за заслуги Просто очень надо Сырников У нас в это время Только колокола на колокольне звонят И то, если дьякон в веревках запутается Товарищ капитан Мне просто На одну минутку надо позвонить А до вечера потерпеть никак? Отцу срочно надо позвонить Отцу это, конечно, хорошо А телефон я тебе не дам Потому что закон, он один для всех Понял? Хоть тебе отцу надо позвонить Хоть папе римскому Блин Сырников Ну ты же понимать должен Не положено Да, кстати, я тут Канцелярию забыл закрыть А сам В учебный корпус ушел А в канцелярии полчаса никого не будет А телефоны Там Спасибо, товарищ капитан Я пошел Спасибо Алло Да, Алеш, я слушаю Пап, слушай, ты можешь ко мне приехать? Ты в Москве? Я уже не в Москве, Алексей Как? Ты же позавчера был в Москве Ну, позавчера был в Москве А сегодня уже дома Пап, нам обязательно надо увидеться А что случилось? Да ничего не случилось Я просто очень хочу Ключевое слово здесь хочу? Ключевое слово здесь очень Пап, пожалуйста, приедь Ну, я постараюсь Давай Да Плод на нас сегодня коптельный, лопатки уложил Ну, скажи, что ты к нему с этой психологией полез? Да чтобы он меня к доске не вытащил Я по этой теме как топор через Москвореку Да, финт с футболом не прокатил Ну, это как сказать На футболе он нас в конце концов и сделал Ну и что? Нет у нас теперь методов против товарища полковника? Я думаю, если бы ЦСКА выиграл Все бы было пучком А так коптель просто обоймем перезаряжал В футболе тебе не прыжки в воду С этой темой так просто не соскочишь Да, вот теперь сиди и гадай, доложит он ротному Как мы после отбоя огневой готовились Или нет? Не доложит Будь спокойным А че ты так уверенно говоришь? Фаны своих не сдают О-о-о Слушай, ты не знаешь, че ты Красильников такой потерянный ходит? Не знаю Я его не терял Да Решите, товарищ капитан, курсант Красильников А, Красильников Ну, че пожаловал? Товарищ капитан, мне в город надо Хотя бы на три часа Вы че? Сдурели что ли все? Одному в город срочно, другому позвонить Третьему Первый курс Не слишком ли круто для начала карьеры? Товарищ капитан, мне очень надо Поверьте, это очень серьезное дело Да И в чем же такая срочность Красильников? Да понимаете Соседи позвонили Мы их там заливаем вроде как совсем Нужен доступ в квартиру А я ключи, как назло, забыл Оставить после увольнения Оригинальная причина Другой бы сказал, не поверил Тебе так и быть поверю Если еще у тебя не стыда, не совести То я вообще в этой жизни ни черта не понимаю Пора увольняться к чертовой бабушке Держи У тебя два часа Есть два часа Спасибо, товарищ капитан Вася, ты прям как татэра монгольская ига Взял меня в плен Я у тебя уже три дня дома Всего три дня? А мне кажется, гораздо больше Ты знаешь, им не нравятся Я привык Знаешь, я только стал В последнее время замечать Что некоторые мои вещи Куда-то или исчезают Или перемещаются по квартире Интересно, а кто это их перемещает? Не знаю Я тебе скажу честно Я сначала подумал на тебя А сейчас не знаю, как быть То есть ты хочешь сказать Что у тебя в квартире был порядок? Конечно Вася, ну я же женщина Если я говорю, что был беспорядок Значит, был беспорядок Ну, как тебе сказать, Света Я ведь военный человек У меня беспорядка как такового и быть не может То есть ты хочешь сказать, что Муравьи протоптали тропинки А я их затоптала Да нет, ничего такого Я не хотел сказать Ну, понимаешь Я ведь могу обходиться Самым малым количеством вещей И если в моем доме Какие-то вещи появляются Они знают свое место Но если ты захочешь что-нибудь переставить Или просто убрать Ты можешь это делать совершенно спокойно Я привыкну к тому, что называется Женским порядком С удовольствием Ну, спасибо большое Это просто бальзам на мою душу Давай попробуем Мам, ну я иду уже Ну, ей же ключи нет Обязательно звонить надо Динка Привет, Марин Динка Марин, у меня очень мало времени Что-то случилось? Да Сейчас, сейчас объясню Марин, подожди Марин, у меня есть к тебе Очень важный разговор Ты даже не представляешь Как мне интересно Ты понимаешь Тут ситуация такая Я, если честно Я должен тебе сказать Марин, ну подожди Я должен тебе кое-что сказать Это очень важно Иначе потом Что потом? Марин, выслушай меня До того, как я тебя встретил Красильников Ты что, опять собрался Мне в любви признаваться? Ну да, да Ну кто же так объясняется? Марин, подожди, пожалуйста Я тебе должен сказать Что-то все Ты же сам сказал Что у тебя очень мало времени О, сырник Сменился? Сменился Ты-то домой сходил? А, ну да, сходил Слушай, а ты правда затопил соседей? В смысле? Ну говорят, что ты в Увале дома забыл кран закрыть И залил соседей Или это у взводного отмазка такая была Слушай, давай я тебе не буду отвечать, ладно? Как хочешь Таня, что за бред, Света? Мы с тобой уже сто лет как расстались Ну, Дима, сто, не сто, а это твой ребенок Да не верю я тебе Дим, я беременна от тебя Бред Товарищ майор, курсант Ковнацкий по вашему приказанию прибыл Проходи, Ковнацкий, проходи Это что такое? Записка, как вы просили Я сам вижу, что записка, чтобы не написано Зачем мне читать, если я ее написал и все помню Хорошо, тогда я сам прочитаю вслух Вчера ночью после отбоя Группа курсантов первого батальона Во главе с курсантом Ковнацким Устроила просмотр футбольного матча И что? А что не так, товарищ майор? Как это что не так? Может, ты мне Ковнацкий наконец объяснишь С каких это пор ты сам на себя строчить-то стал, а? Вы, товарищ майор, просто все ситуации не понимаете Чего я не понимаю? Я сейчас вам все объясню Ну, давай, попробуй Вот вы меня вызвали Ну? А кто-нибудь сроду увидит Что-нибудь подумает А зачем пришел? Да зачем угодно я тебя могу вызвать? Ну вот А записка для того и есть Как доказательство Что и на меня кто-то пишет Слушай, Ковнацкий А ты умнее, чем я думал Далеко пойдешь Стараюсь Слышишь ты, старатель Ты думаешь, мне приятно здесь с тобой беседовать? Мне информация нужна А не возведение твоей работы В ранг высшего пилотажа Понял? Так а я что? Все, свободен Есть Вот ты с Соколикой прокололся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смена! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уж больно мне не терпится С нашими футбольными фанатами пообщаться Вот и война началась Ну, коптель, а Сдал все-таки Да быть такого не может ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа курсантов смотрела футбол Самое интересное, что я узнаю об этом Как вы думаете, от кого? От командира батальона А теперь внимание Наряд вне очереди Как особо отличившимся курсантам Прохорову Есть наряд Гончару Есть наряд Ну, за армейцами Такие грешки с армией водятся А вот от вас, суворовцы Я такого не ожидал Перепечка Я! Лови наряд Есть! Сухомлин Есть наряд Ну, и лично От командира батальона Как инициатору футбольного движения Два наряда вне очереди Курсанту Ковнацкому Есть два наряда Вот так Вот-ка в носки Специально меня не вписал Чего? Потом Разойдись Привет 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 Ты Марина? Марина, а что? Так вот, значит, какая ты Марина Ну, ничего Так симпатичненько Девушка, может, вы объясните, в чем дело? Дело в юбке Я так понимаю, тебе форма курсантская нравится? Мне вопросы задавать нравятся Вопрос первый, ты кто такая? Вопрос второй, что тебе надо? Ну, может, пустишь, я отвечу Мне так удобно Ну, хорошо Тогда встречный вопрос Зачем ты, Марина, разрушаешь молодую практически семью? У нас с Димой все так хорошо было Тут бац И ты нарисовалась Что? Что слышала? Ну, ладно, Дима, понять можно Он мужик, а мужики все кобели Увидят симпатичную мордашку И сразу налево сворачивают Только, знаешь, милочка, я мимо этого просто так не пройду Я тебе серьезно говорю, надо поговорить Да не по телефону Все, я серьезно, пока Давай Алло Настюш, привет Да нормально все Да, я по тебе соскучился Представляешь Нарядов паяли на ровном месте Да мы тут, это, ну, футбол с пацанами просто посмотрели Да ладно, ну А у тебя что новенького? Алло, Олечка, привет, как ты? Да я тоже ничего Слушай, прикинь, я вот только сейчас заметил Тут все парни со своими девчонками трепятся Такое ощущение, типа мы в женскую общагу одновременно звоним Решите, товарищ капитан А, мобильные телефоны, в БУ недорого Вам, молодой человек, какой? На ваш вкус На мой вкус, красивенько Переговорный пункт находится за углом А так Подойдет и эта штуковина, на, держи Спасибо Алло, Марин, привет Слушай, я тут Что? Не понял Марин, ну хватит Так, не понял Что значит? Никогда не звони Что за шутки? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова